Салмас Норма, Курмет Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодняшний эфир я хотел бы посвятить важной теме, во-первых, митингу 16 декабря, который состоится по всему Казахстану. Мы опубликовали места проведения митингов. Алматы — это Садпаева Желтухсан, около известного памятника. Также в Астане — это проспект Абая и площадь Республики, точнее проспект Республики, около памятника жертв Голодомора. И мы опубликовали места проведения митингов по основным городам страны. По-моему, если не ошибаюсь, там 19 населенных пунктов. И второе, я хотел бы показать, как наша активность влияет на политическую ситуацию в стране, какие изменения происходят и будут происходить, которые напрямую зависят от нашей политической активности. Уважаемые друзья, мы более года назад рассказывали о том, что в 2019 году обязательно состоятся досрочные выборы президента, что Назарбаев построит такую конструкцию власти, которая в реальности оставит полностью власть под его контролем, и что он встроит во власть в свою дочь, сделать ее фактически преемником, преемником власти. Что в итоге следующий этап — это построение монархического строя, превращение Казахстана в султанат, когда власть по наследству будет переходить в семье Назарбаева. И вы помните, 2018 год у нас достаточно был активный, мы проводили различные митинги. Ну, первый митинг был 10 мая 2018 года, до этого мы проводили разные акции с голубыми шарами, и, как вы помните, это произвело большой фурор, не только в Казахстане, но и во многих странах мира, когда западные средства масс-информации просто недоумевали, как можно преследовать за то, что наши граждане просто появляются с голубыми шарами. И, собственно, вот наша активность привела к тому, что политическая жизнь очень сильно оживилась, правительство было вынуждено оглядываться на те программы и приложения, которые озвучивал ДВК. И мы можем сказать, что вот все события, которые произошли в 2019 году, они напрямую связаны с нашей активностью, напрямую абсолютно. Я в 2018 году и ранее озвучивал, что Назарбаев хочет передать власть своей семье. И, конечно же, были версии, что это уже было в 2019 году, что, возможно, он сделает конструкцию какую-то транзитную, когда поставит некую номинальную фигуру, но в большей степени я склонялся, что Назарбаев будет стараться стремительно поставить на позицию президента страны Даригу Назарбаеву. Но именно частые упоминания, именно негативные реакции в адрес Дариги привела к тому, что он решил сделать такую временную прокладку в лице Касмжимар Тукаева, которого я называл тогда мебелью. Это, скажем, прочно к нему прикрепилось. Даже работая якобы выбранным президентом с 9 июня, он все это постоянно демонстрирует. Ну, каждое выступление ложь. И мы все прекрасно видим, что у него никакой власти нет. И в прессу просачивается масса разных документов, которые это подтверждают. В частности, что максимум, кого может назначить Аким своим указом Тукаев, это Акимов районов. Все остальные должности, это прямая прератива Назарбаева, и Тукаев должен согласовывать. Даже в недавнем интервью газете, точнее, изданию Deutsche Welle, которое было распространено в Казахстане по всему миру, Тукаев признался, что все стратегические вопросы, как внешней, так и внутренней политики, за Назарбаев, а он просто исполнитель. В общем, одним словом, ни для кого не является секретом, что такая какая-то временная фигура, и ясно, что на эту позицию Назарбаев будет стараться как можно быстрее внедрить Доригу. Именно наша позиция, разоблачение его идеи привело, конечно, к тому, что он был вынужден вот такую мебель поставить на позицию президента, отобрать все полномочия и ловить момент, когда все же ему удастся поставить Доригу. На самом деле, я должен сказать, что вот наша активность дала результаты. Дело в том, что еще 18-й, часть 19-го года наш народ не был массово активен, он сейчас тоже не очень массово активен, да. Исключением было, наверное, 9-го июня и чуть позже там летние месяцы, когда наш народ был чрезвычайно активен. Но все же этого было недостаточно для того, чтобы добиться смены режима. Необходимо было, чтобы на улице выходили десятки тысяч. Но и, собственно, вот эта ситуация, она позволяла Назарбаеву без особых проблем на оппозицию президент назначит не только Доригу, но даже свою лошадь. То есть, ну, вы видите, на примере Астаны, когда он переименовал Нур-Султан, ну, вроде, неделю активно пошумели, месяц поговорили. Как говорит Тухаев, ну, что произошло, то произошло. Это вопрос привычки. Вот мы можем констатировать, что в целом, хотя народ недовольный, но есть угроза действительно, что это станет привычкой. И, конечно, Назарбаев в этой ситуации сделал огромную ошибку. И мы, я считаю, граждане страны подвигли, чтобы эту ошибку сделал. Он мог воспользоваться моментом, в тот момент назначить Даригу. Ну, люди пошумели бы, как с Астаной было при переименовании Нур-Султан. Ну, и потом сказали бы, ну, и ладно, будем жить своей жизнью. Вот. Но он сейчас назначил Такаева, все равно ясно, что определенная инерция этой должности есть. И Такаев должен какое-то время, хотя бы год, побыть на этой позиции, прежде чем он сдаст свою должность Дариге Назарбаевой. И теперь политическая активность уже другая. Именно просачивание информации о планах Назарбаева достигло таких масштабов, что наши люди уже хорошо понимают о будущих планах Назарбаева. И, конечно, не приемлют, то, что Казахстан станет монархическим строем, что власть будет по наследству передаваться членам семьи Нур-Султана Назарбаева, это не приемлют никто, в том числе сама политическая верхушка. И, конечно же, вы знаете, что Назарбаев долгое время, будучи под Москвой, все время копировал все действия, которые происходили в России, собственно, как и при Ельцине, и при Путине, и Медведеве, он все время у них копирует. Вот. И у него возникла идея, отдай-ка я сделаю такого президента мебель Такаева, а сам буду сидеть в совбезе, а потом в нужный момент я его сдвину и поставлю свою дочь. То есть, типа Путин-Медведев. Ведь Медведев был президентом, Путин был премьером, реально Путин, будучи премьером, рулил все ситуации в стране, Медведев изображал, что он президент, и в 2011 году все это стало очевидным, тем более, что Медведев взял и признался, что оказывается несколько лет назад они с Путина об этом договорились. Вы знаете, какой был скандал, как только люди не шумели в России, и вот Назарбаев решил вот такую модель сделать. Но ему уже скоро будет 80 лет, конечно, он с позиции представителя Совета безопасности не может и не хочет вернуться на оппозицию президента, тем более, что все основные властные полномочия он уже оформил на позицию Совета безопасности. Поэтому главная его цель это назначить на позицию президента Дарьгу и затем выстроить конституцию закона таким образом, чтобы эта власть по наследству передавал членам семьи Назарбаева. Вот, собственно, его главная была цель. А теперь он попал в ловушку. В ловушку попал, потому что мы, безусловно, по всей стране распространили информацию, что он хочет поставить Дарьгу. Все, что он сделал, это он Дарьгу поставил на позицию председателя Сената. То есть, в любом случае, он свои планы таким образом показал. Нам всем показал. И теперь бедняга наш шал мучается. Ну, как же мне теперь эту мебель сдвинуть так, чтобы он не сильно скрипел, поставить Дарьгу, чтобы люди не говорили Ага, вот ты попался, вот твои планы, мы видим, мы тебе не дадим это реализовать. Вот, собственно, шал попал в ловушку. Это обычно удел всех диктаторов. Они все время думают, сейчас я вот так обойду, здесь обойду, придумаем что-то. Ну, если бы он лет на 10 был помоложе, наверное, такие игры еще можно было бы допускать, но ушало мало времени. Ему уже скоро 80 лет и вы видите, как он выходит на открытую трибуну, начинает говорить что-то от себя мимо протокола, мимо тех речей, которые мы написали спикеры, и сразу наши люди говорят, о, шалмаразматик. Шалмаразматик, шалса шума. То он на кладбище гоняет людей, то еще какой-то глупый скажет, в общем, непрерывно. Одним словом, даже имея полную власть в стране, просто перейдя на позицию Совета Безопасности, вы сейчас видите, что и полугода не прошло, как десятки людей открыто выходят и четко высказывают свое мнение по Назарбаеву. Он враг нашей страны. Это происходит при его жизни, когда он назвал столицу именем Нур-Султан, улицы своим именем. Вообще, он колоссально ошибся. Вот это его желание все время себя так при жизни обессмертить привело к тому, что он попал в ловушку, теперь он никак не может поставить на позицию президента Дарегу, потому что люди уже обозлены. Столицу назвал, памятники навешал. Ну, это вообще беспрецедентно. Это было приблизительно что-то такое у Трукменбаши, город Трукменбаши назвал, памятники ставил. Он спрашивает, где тебя Трукменбаши? Есть Аркадак, Трукменбаши нет. Поэтому эти планы, они, скажем, нереализуемы, особенно с учетом того, что вот он решил себя обессмертить и подорвал позицию Дареге. Теперь Дареге не так просто стать президентом страны, то есть ее можно назначить, но куда девать Хасмжамарт? Ну, хорошо, его сдвинули, но все равно нужно проводить выборы, все равно нужно легитимизировать, Дарега может прийти, побыть исполняющий обязанность в какой-то период, но все равно нужно проводить выборы. И понятно, что если прошлый выбор привели к тому, что задержанных было более пяти тысяч человек, когда Назарбаев решил поставить на свою позицию такого серого человека, как Хасмжамартахаев, это было какое негодование, но вы себе представляете, что будет, если он попытается поставить дочь. Наш народ политизировался, стал более грамотным, и вы понимаете, что всеми своими действиями Назарбаев создал такие препятствия, которые не так просто преодолеть. Сейчас, в следующем году, Назарбаев будет вынужден объявить о досрочных выборах в парламент. Это еще раз будет активизация, политизация страны. Он создал фейковые партии, всякие типа ДПК и все прочее, но эти люди же появляются в регионах, они что-то говорят, и для того, чтобы соответствовать той планке, которую поднял ДВК, у ДВК простая планка, нет должности президента, мы строим парламентскую республику, Назарбаев враг нашей страны, вся его семья, они должны быть задержаны, привлечь их мы должны к ответственности, и любые партии, которые не озвучивают такие слова, вы заведомо можете сказать, что они провластные, и поэтому мы подняли планку до такой степени, что любые партии, пусть даже фейковые, которые появляются, если они хотят завоевать доверие народа, они вынуждены эти слова озвучивать, то есть помогая нам политизировать наш народ, раскрывать глаза, говорить правду, и все действия власти созданием фейковой партии только приводят к тому, что у них все больше и больше появляется проблем, вот собственно он сам себя загнал в лагушку, еще раз я хочу сказать, это связано с нашей политической активностью, всего общества, маленькие пикеты, выступления матерей, митинги, любые акции, они приводят к ослаблению этого режима, я хотел поблагодарить наших граждан, что вы проявляли такую активность, сейчас у нас еще тот самый день 16 декабря, он знаковый день для нашей страны, Назарбаев его назвал днем независимости, это день его преступления, день преступления против своего народа, это день памяти и скорби, именно 16 декабря мы можем снова консолидироваться, снова объединиться, снова создать проблемы этому режиму, чтобы сделать важный ключевой шаг и добиться смены политического режима, я здесь хотел бы привести пример, как Назарбаев пытается провести во власть свою дочь Дарья Гуна Назарбаева, мы внимательно проанализировали все ее выступления в Сенате, ее поездки за рубеж, внутри страны, публикации в различных средствах масс информации, я прошу обратить внимание, сейчас я хочу озвучить то направление, которое сейчас Дарья Гуна продвигает, готовит себе площадку, хочет заработать политические очки, в следующем году она безусловно будет ездить по всем регионам и продвигать такую базовую тему, на которую она будет нанизывать уже какие-то другие темы, в частности она будет говорить о неких экологических проблемах, они некие, а это реальность, они существуют. Вот смотрите, я сейчас зачитаю тезисы и сошлюсь, каких средств масс информации вы можете найти эти статьи, ее позицию, что она говорила. Итак, я говорю тезисы. Первое, спикер Сената Дариган Азарбаев указала на необходимость избавляться от 170 миллионов кубометров радиоактивных отходов, которые скопились на территории Казахстана. Обратите внимание, это вот тезис. И она сказала, что затраты на медицину не имеют смысла, пока эти отходы подрывают здоровье граждан. Первое. Второе, она предложила создать отдельный орган, например, который будет заниматься только проблемой воды. Вот смотрите, что она озвучивает, я ее цитирую. Я считаю, что правительство должно разработать государственную программу по сохранению водных ресурсов республики, куда все эти предложения, рекомендации, наблюдения ученых войдут и найдут свое отражение. Видите, она проблемы воды озаботилась, это проблема реальная есть. Далее, она затронула водно-экологические проблемы по Центральной Азии, и она говорила по поводу орала, обезвоживания орала, по поводу республик, это Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, которые пользуются фактически глобальным водным бассейном, и в связи с этим какие возникают проблемы. Далее, смотрите, она все время затрагивает проблемы, которые возникают в нефтяных регионах. Например, она говорит пожар на скважине Коломхаз, гибель рыбы и истребление сайги. Это вот то, что она озвучила на пленарном заседании Сената парламента. И обратилась к правительству, призвала правительству уделять экологическим проблемам особое внимание. Чтобы вы понимали, это целенаправленное направление, по которому она считает, можно безопасно высказываться, можно продвигать и получать поддержку от граждан. Вы понимаете, что идет подготовка, некий пиар, влияние на сознание людей. Теперь смотрите, далее, она говорит, что она возмущена неэффективной системой штрафов за загрязнение экологии. Дарья утверждает, что штрафы, которые платят загрязнители окружающей среды, никак не влияет, не помогают решить экологические проблемы. Теперь обратить внимание, здесь очень важный момент. Мы знаем, что у Назарбаева с Путиным все время как бы близкие отношения, которые каждый из них и подчеркивает. Здесь обратить внимание, Дарья даже возмущена тем, как обстоят дела на арендованных России полигонах. Вот смотрите, что она говорит. Наши экологи говорят, что нет, ненормально с экологией, есть проблемы, это сказывается в состоянии здоровья населения в этих регионах. И давным-давно нужно было разработать какие-то совместные экологические требования для стран, которые сегодня входят в состав Евразийского экономического сообщества. Теперь смотрите, она очень сильно озабочена радиоактивными отходами. Говорит, что в Казахстане накопилось свыше 200 миллионов кубометров радиоактивных отходов. Но вы имеете в виду, что Назарбаев подписал ряд соглашений, которые предполагают эти так называемые мусорные радиоотходы хранить внутри Казахстана. То есть как бы импортировать, предоставлять другим государствам возможность содержать вот эти грязные низко обогащенные радиоактивные отходы. Это ее папа сделал, между прочим. И вот она говорит ее такой тезис, да, мы сами себя травим. Вот что говорит Дарига. Я думаю, я думаю, что правильно сказать Дарига не что мы сами себя травим, а ты вместе со своим папой Нурсултаном Назарбаев травишь всю страну. Я хочу вам сказать, что достаточно все эти публикации посмотреть в известных сайтах. Тенгри Ньюз, Закон КЗ, 24КЗ, ну, одним словом, вы можете прессу посмотреть, вот Лента.ру, Курсив КЗ, везде, везде, везде абсолютно идут эти публикации. Притом мы, конечно же, анализируем выступления самого Назарбаева, Тухаева, Дариги. И вот эта троица сейчас под нашим контролем мы анализируем, что они планируют, что хотят сделать и так далее. И поэтому здесь четко видно, что Дарига поймала так называемый свой конек и пытается на экологической теме заработать авторитет. Недавно наши граждане в Ускамингорске пытались получить разрешение на митинг, но им никто не дал этого разрешения. Вообще Ускамингорск это бедственный регион, очень серьезная экологическая проблема еще советских времен. Ну ладно Советский Союз, но представляете с того момента уже прошло как Назарбаев первый руководитель страны 30 лет и проблема не решается. Более того эта проблема масштабируется по всем регионам страны, но если раньше он мог сослаться на Москву, то сейчас он собственник этих предприятий. Ускамингорске свинцово-цинковый комбинат, который является основным загрязителем региона, является по сути его собственностью. Он свои активы спрятал под швейцарской компанией Глинкор, но общеизвестно, что это предприятие прямо является его собственностью, а Глинкор это его просто партнер. И это предприятие зарабатывает в год гигантские суммы, исчисляемые миллиардами долларов и какую-то незначительную часть, если перенаправить на решение экологических проблем, то у Ускамингорска не будет таких проблем. То же самое и Тимиртау. Карагандинский металлургический комбинат бесплатно был продан Миттал, сейчас этот предприятие называется Арселор Миттал. Почему бесплатно? Потому что за счет своих текущих потоков около 50 миллионов долларов Миттал просто выплатил какие-то долги предприятия, но я могу сказать, что аналогичное предприятие в Украине, Криво Решсталь, было продано за 6 миллиардов долларов. Представьте себе, это предприятие гигант, на котором фактически строится благополучие такого города, как Караганда Тимиртау, был бесплатно передан Митталу. И вы же понимаете, что это не бесплатно, что он фактически является совладельцем. Об этом еще много говорил бывший зять Насултана Назарбаева Рахат Алиб. Или возьмите Джизказган, Казахмыс это предприятие стопроцентно принадлежащее Насултану Назарбаеву, тоже украдено безвозмездно у государства. И таких предприятий много. Павлодарский алюминиевый завод, Аксуйский ГЭС, это станция, электростанция, одна из крупнейших в стране, дверосплавные предприятия, горнообогатительные комбинаты, все эти предприятия в реальности принадлежат Насултану Назарбаеву. И они все ему приносят миллиарды долларов дохода. И, конечно же, часть этих средств, если бы можно было их перенаправить на решение экологических проблем, они давно были бы решены. Поэтому, когда Дорига выйдет с этой темой, она залетает на минное поле. Конечно, мы же должны ей говорить, Дорига, скажи папе, реши экологические проблемы. Мы задыхаемся, мы болеем, мы умираем от рака и других болезней. И во всем этом виноват папа, не Советский Союз. твой папа зарабатывает миллиарды долларов, пусть часть средств инвестирует в решение экологических проблем. Поэтому и здесь у Дориги минное поле. Вы прекрасно знаете, какие у нас в каких городах проблемы. Это Тимиртау, Караганда, Усть-Каменгорск, Байконурии, регулярно взлетающие ракеты, Семей, Алматы, Атрау и много-много регионов страны, мне даже трудно назвать, какие регионы страны не имеют экологических проблем. Я могу вам сказать просто, каждое предприятие более-менее крупное в нефтегазовом секторе или в сфере металлургии, это все предприятия принадлежат должны себе сказать да дорога давай решать но надо решать их в первую очередь твоему папе который полностью взял под контроль все эти предприятия 86 году 16 декабря как все вы знаете это власть почему говорю это власть потому что султан Назарбаев был тогда представителем советом министром был вторым человеком в советском казахстане первый был колбин его назначили из москвы и вот молодежь вышел на улицы и подверглась репрессиям и как вы понимаете знаете что Назарбаев был в числе тех вместе с колбином возглавлял эти репрессии против нашей молодежи но тем не менее он тогда чуть позже написал книгу которая называлась без правых и левых и он в этой книге я не выдумываю написал следующие слова он написал что у каждого человека бывают жизни моменты когда он внезапно оказывается перед проблемой серьезного выбора когда собравшийся на площади народ устремился в город я понял пишет Назарбаев что стою перед таким выбором или я должен решиться на поступок или спокойно вернуться в здание центрального комитета партии второе представилось мне непростительной изменой людям они были правы я пошел с ними в голове колонны так пишет Назарбаев о событиях 86 года что он якобы возглавил колонну протестующих так вот дорога 16 декабря мы объявляем митинги по всей стране ты сейчас как твой папа в 86 году являешься вторым человеком по конституции нашей страны глава сената это второй человек в государстве поэтому у тебя сейчас тоже есть шанс стать во главе колонны протестующих как говорит Хасамжимар Такаев что митинги в нашей стране не проблема получи разрешение двигайся мы уведомили власти страны что 16 декабря будут митинги митинги посвященные именно жертвам 86 года в Алматы и 2011 года Жаназения у тебя шанс дорога выходи возглавь колонну возглавь как твой папа написал выйди и скажи что ты за будущее нашей страны и действительно тогда у тебя есть шанс возглавить страну и получить поддержку наши граждане мы ждем тебя дорога у тебя шанс Алга Казахстан у тебя